Почему он ушел от нас именно в тот момент, когда мы, русские, нуждались в нем более всего? Когда сила его духа и сила его слов все мощнее соединяла нас в стремлении противостоять разрушителям России, вернуть ее на путь справедливости и величия, воплощая в реальность единственно важный для всякого человека закон – возлюбить Бога и ближнего своего. Но нет, он ушел от нас промыслом Божиим. Великий подвижник, великий проповедник, великий патриот, великий гражданин, патриарх Гермоген наших дней, ушел. Впрочем, иначе, пожалуй, не могло и быть. Россия не выдвинула тогда спасителей отечества подобных Минино и Пожарскому, разбуженных Гермогеном. О нет, он не был одинок, рядом были многие, разделявшие его взгляды на происходившие в России, преданные ему. И все же он был один. Мы, как народ, оказались недостойны его, великого Божьего посланника. Мы, любя его, предали его. Родители у меня были простые, крестьяне. Они верующие были, верующие, но не проявляли такой уж особой религиозности. И, по сути дела, с самого младенчества до, скажем, 15 лет, нас не воспитывал никто, ни родителей, никто другой. Я так, как и все другие молодые юноши, увлекался, и улицей увлекался, и театрами, и танцоплощадками, всеми увлекался. Но вот однажды, однажды, это уже военное время, когда в нашем доме оставилось только три человека, то есть мать, я и мой младший брат, Петр. Мать, она ушла на базар продавать свою продукцию, то есть от коровы получал, молоко и прочее. Братишка куда-то тоже вышел, а я остался один дома. Находился я в стенях, как бы на палатах, так и предался глубокому такому размышлению. Я представил себе, или я стремился представить себя, какого я буду после смерти. Да, но никак не умещалось мне это в моих мыслях, что человек, вот сейчас он существует, а придет время, когда он приходит в небытие, совершенно как раз упраздняет. С этой мыслью я никак не мог согласиться, но и в то же время вопрос о том, что же, как он должен разрешиться, этот вопрос положительный, я тоже не мог знать. До сердца касалась, конечно, не только грусть, но и боль. Именно боль. Что я живу, и меня нет. Вот этот вопрос, он остался у меня в сердце, и хотя я его не разрешил сразу, но это был, конечно, промысл Божий, или, вернее, глаз Божий, который пробуждал в моем сознании вот чувство, так сказать, веры, или искание нечто высокого, неземного. После этого я еще некоторое время продолжал свою жизнь, как юноша, учился, помогал родителям. Но однажды, это уже было тоже, уже где-то в 43-м году, в наше село возвратился один священник, из ссылки. Даже до этого еще. Но разрешено было, разрешено было старушкам и другим, кто захочет просто молиться по домам. Храму, конечно, не было. И вот я помню, это была Великая Суббота, перед Пасхой. Я так пришел в один такой вот молитвный дом, надо сказать, частный дом, конечно, был. Ну вот, и когда я входил в этот дом, то голос один говорил справа. «Иди и читай». То есть в это время читали Деяния апостолов. И сразу же после этого голоса появился второй голос, слева. «Зачем тебе идти читать? Ты молодой, будешь смеяться над тобою, что ты тут в кругу старушек будешь делать?» Право голос снова говорить. Иди твердо так говорить, иди читай. Но я внял этому голосу и вошел во внутреннюю комнату, попросил, чтобы мне дали почитать Деяния апостолов. Он читал на русском языке, поэтому я тоже читал. Но после чтения, конечно, совершалось богослужение, как это названо было мирянам. И после пасхальной службы так я вышел. Это были такие первые проблески веры. Иду я, Господи, к Тебе. Иду с тем, чтобы посмотреть на самого себя, посмотреть на свою душу, по что надеяны и кому подобно. Всматриваюсь я своими внутренними очами в Тебя, Душа моя. Всматриваюсь и вижу, что вся Ты опустошена, изранена. От юности до сего дня струпы греховные охватили всю Тебя. Смотри глубже на себя, Душа моя. Смотри и ужасайся. Как и чем Ты можешь оправдаться перед Творцом Твоим и Создателем? Кому Ты себя уподобишь дела беззаконных? С кем Ты себя сравнишь, чтобы хотя мало Тебе дать ответ перед Богом и Создателем Твоим? Ты уподобилась Каину и Ламеху. Каин убил своего кровного брата, Ламех убил мужа и отрока. А Ты, Душа моя, убиваешь ежечасно, ежеминутно в себе все добрые движения, все добрые действия, которыми приводит тебя к покаянию божественная благодать. Ты не подражала праведникам ни Ветхозаветным, ни Новозаветным. Ты подобна человеку, впавшему в разбой. Ты вся изранена и нуждаешься в помощи не только человеческой, но в помощи главным образом свыше, в божественной помощи. И если не придется Создатель и Творец твой пастыреначальник и не исцелит тебя, то где ты окажешься тогда на суде божественном? Что делать нам с Тобой и Душа? Уже ли прийти в отчаянное состояние? Нет. Нет, не отчаивайся, Душа моя. Еще есть время для покаяния. Есть еще Тот, кто может исцелить тебя. Иди, взывая, преподая к стопам Христовым, как преподала некогда блудница, мывая слезами причистки ноги Спасителя мира. Иди ко Христу, Душа моя, но не отчаивайся. Господь тебя призывает. Иди, и Он примет тебя, очистит от всякой греховной скверны и сподобит своей вечной славы, чтобы тебе восхвалять со всеми угодившими Богу великими Святой Троице, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Метрополит Петербургский, Метрополит Петербургский, Ладожский и Оанн. Очень тяжело. Очень тяжело. У меня свой мирской путь. На этот храм стал май. Вчера я провела здесь полдня. Последний раз я приложилась к его руке. Это святейший человек. Я не знаю, почему не объявлен в городе Троу. Я этого просто не понимаю. Сердце мое не понимает. Но для меня это святой человек. Так было, есть. На обратном пути с паломничества восстались без кохлеба. И попали на... Около Ладоги, там озеро. Посередине озера есть остров, через который монахи сделали путь своими руками. Вот мы туда приехали. Есть хочется двое детей. Вдруг, которые написаны на восстанавливающем министерии. Мы тогда спускаемся, а там фортрет Владыки. Я посмотрела, на него и говорили, есть хочется. Знаете, нам там все идет. А там всем на карте. Обогрели. Я поняла тогда, что такое русская любовь пастыря своей пастырки. Откровенно сказать вам, что я как-то соскучился по этим встречам. Поэтому сегодняшний день для меня составляет радость, что мы снова с вами встречаемся и можем обсудить многие вопросы, касающиеся для нашего спасения, для нашего благой жизни. А теперь, я думаю, что будут вопросы, ответы, какие у нас есть. Они уже поступили. И мы сейчас переходим к вопросам. Владыка, что надо сделать, чтобы православную веру не столкнулись с исламом через конфликт в Чечне? Хотелось бы знать вашу точку зрения на эту проблему. Да, ну видите, здесь опять политика. Вот политика очень много мешает так сказать вере. Поэтому, скажем, православная церковь относится ко всему, ко всем. И к исламу, как говорится, и другим веросповеданиям с большим терпением и не допуская какой-либо вражды. Где можно? Можно, живем, как говорится, мирно. Да, мирно. А где наш мир не принимается, ну что мы будем делать? Мы не возьмем же оружие и будем воевать. Нет. Вера оружием не завоевывается. Вера только убеждение. Это мы сказали. Вера от слышания, слышание от Слова Божия, а Слова Божия от проповедника. Вот. вот такой мой ответ. Значит, православная церковь, она относится не только с терпением, но и дружелюбно даже к исламу и к другим нехристианским даже вероисповеданиям, если только это не связано с нарушением вообще психологии самого человека. Так, еще что у нас? Как же нам спасти Россию и русских от уничтожения, которое сейчас идет по всем направлениям, в том числе с наслаждением сектантских и прочих религиозных направлений? Да, это вопрос очень сложный. Очень сложный. Здесь самая опасность в чем? Опасность в том, что поставлена определенная цель поставить всех нас на основу капитализма. На основу. Так вот, сейчас нам стремятся загнать в этот капитализм в их структуру, в их культуру. А если загонят, то значит мы потеряем вообще такой духовный мир. Потеряем всякую духовность. А без духовности ну что это цветок есть? Вот он сорван, пока еще как-то живет, а потом он засохнет и все. Так вот и здесь. И если когда направлено вот на такое, чтобы всех загнать, понимаете, в общий рейнер капитал, и люди с самого детства вот маленького приучаются уже где как бы что-то достать материально, увеличить. Вот здесь эта опасность. конечно как можно спасти, то есть можно и нужно это делать. Здесь конечно военного скажем применения может быть и не нужно. Почему? Потому что гражданская война, как утверждал это справедливо наш философ Иван Александрович Евген, что если гражданская война возникнет в России, то она может продолжаться не меньше ста лет. Понимаете, какая вещь. Поэтому сейчас и так. Ну, мы если избираем людей для того, что нами управлять, так если они не управляют не так, значит, выходит с нашей стороны просить и настойчиво просить. Либо выполнялись наши, как говорится, требования, либо, если не можешь, то предоставить человеку более компетентным в этом отношении. Это доступно всем. в основном сейчас нам нужно это сплоченность, единение между собой. Потом надо помнить еще о чем, что мы хотим сделать все это как ежеминутно, то есть сию минуту, сей час. Вот захотелось нам, чтобы завтра все переменилось. Нет, это такие процессы продолжаются по часу, может, десятки лет и сотни лет продолжаются, пока, так сказать, нет, выйдет на определенную же путь. Ну, и не погрешительно, если мы с каждым коллективом будем обращаться о том, чтобы приостановить вот это разрушение и продажа России. Она ведь очень продается довольно, как говорится, быстро, очень быстро. Не заметить, как мы останемся, как говорится, на улице. И это может быть. Как стало пусто в его доме после его ухода, как странно пусто. Будто этот старинный особняк только и жил его присутствием, только и ждал его всю свою жизнь, чтобы, почувствовав вкус к жизни, возродиться на несколько лет и опять уйти в себя, воскрешая время от времени его образ, его голос, его мысли. Владыка Иоанн о трагических событиях октября 1993 года. Со стороны церкви было предпринято все необходимое. Была прервана поездка или путешествие святейшего патриарха в Америку. Он возвратился сюда в связи с этими событиями надвигающимися. И затем начало переговоров на Невовом монастыре с 1 октября. Церковь сделала все. Она беседовала, конечно, и с Хазбулатовым, беседовала и с русским, переговоры велись с Черномырдином. В прямом контакте были, если не ошибаюсь, и даже с Ельцином, во всяком случае, все, что необходимо было сделать для примирения, это делалось. Делалось в полном сознании своей ответственности. Но вся беда здесь клянилась на политика. Здесь столкнулись фактически две власти. Две власти. Власть президента и власть уже в соответствии с указом 21 сентября президента. эта власть вторая уже как бы не существовала. Во всяком случае, вот на мой взгляд, чего может быть еще не сделала сама церковь, это фактически бы стать и ярко заявить всему, так сказать, народу о том, что нужно, какая бы ни была бы, как говорится, власть и конституция, эту сторону нужно было бы и защитить. Вот этого церковь в этом отношении и высказала своего прямого такого взгляда и настроения. Так как конституционно или законно ли было, скажем, с основной верховного совета удаление с поста президента Бориса Николаевича Ельцина или антикассационно. Вот. Это очень важный вопрос. Здесь был договор до этого о том, чтобы одновременно были переизбраны и сам Верховный Совет и президент. Были же договорности в этом отношении. И надо было фактически дождаться и с этой стороны возможно необходимо самой церкви тоже высказать свой голос. Что давайте решим это не вот на таком вот направлении. А здесь фактически как вот читаем мы документы вот они есть документы которые опубликовала Московская Патриархия эти документы они называются участие Русской Православной Церкви в посредничестве миссии по преодолению политической кризы в России. Вот эта книжечка здесь публикована как бы сценографически и за дня в день делались эти выводы. Судя по этой книге феррии брошюры и по тому ходу событий то удар здесь который фактически отвела сам на главной цели это было то чтобы устранить оружие или поставить под контроль который находился в Белом Доме. Вот на это обращено было большое внимание в то время как и Сосонек Хазбулатов и вообще Верховного Совета было ясно предложено чтобы главным образом отменить указ президента 21 сентября с тем чтобы сесть за стол переговоров и решить вопрос кому быть то есть или обоим то есть Верховного Совета нужно переизбрать было и в то же время президента Каждый день его был насыщен до предела он был серьезно болен но это никогда не сказывалось на тех обязанностях которые на него налагали его архипастерство и которые он налагал на себя сам непрерывно служа и Богу и ближним совершая великое таинственное возрождение православной России его негромкий голос всегда был тверд хотя и полон истинно христианской любви но Боже в чем его только не обвиняли и в черносотенстве и в национализме и даже в фашизме либеральные круги ненавидели его с такой же силой с какой они удовлетворяли своей жадностью похоть терзая увы беззащитное тело России за которую он не переставал молиться ни на мгновение но мы предали его я не только скотенок я и архиолей вот поэтому обязанности того и другого они особые для инок одно для архиерея другое и одно сейчас последнее поглощает даже первое а для архиерея или вообще как для архипастера свойственна любовь то есть в этом наше спасение в частности вот как по отношению ко мне как архиерея здесь уже на первом месте становится архипастерское служение архипастерское отношение поэтому и рассматриваем мы окружающий нас мир с точки зрения пастерства с точки зрения благовестия евангельского но эти скажем апостолы они тоже проповедовали среди разных людей среди тех которые даже их побивали камнями выбрасывали за город но мышцы они уже скончались во всяком случае они проповедь совершали обстановки очень сложные так вот и для архиерея и вообще для священника это свойственно вот это на первом месте это проявить как терпение любовь а любовь как сказано она милосердствует долго терпит и гордится все переносит ему веру имеет вот поэтому хотя и трудно конечно но все таки когда подходишь к человеку с любовью независимо от того какой он сам по устроению ну одни хорошие другие плохие значит мы рассматриваем одни которые перешли границу неверия и вошли в область веры и благочестия а другие еще это не смогли еще сделать поэтому к ним относятся даже больше как говорится с уважением так не то с уважением но с внутренним таким болезненным чувством что им нужно помочь а вера она не насилуется а вера она только проповедуется возвещается свидетельствуется и человек должен воспринять веру именно свободно свободно от внутреннего убеждения что этот путь веры правильный на его могилу идут тысячи и тысячи наших соотечественников идут поклониться человеку ставшему истинным воплощением русского духа воплощением неизбывной любви к России к православию к Богу воплощением истинно христианской любви воплощением воплощению имеется в области благощиков истинно воплощение Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.